Всех приветствую на канале Фалеристик СССР. Подписывайтесь на канал. Видео будет про монеты, пару парад при коллекционировании монет. Когда начинаете, в принципе, любых, наверное, монет со временем, вы это понимаете. Ну а для начинающих, чтобы будет полезно это видео, вот видите, какая монетка. Я ее купил за 105 гривен. Ну а купил такой, думаю, в принципе, цена монеты такой сейчас 350-400 гривен в хорошем банковском состоянии. Эту я купил год назад за 105 гривен. И думаю, я так куплю, пока есть такую, положу коллекцию, а потом поменяю. В итоге не надо так делать. Не советую вам так делать. Спешить. Всегда пересматривайте монеты. Когда покупаете, что она дешевая. За 100 гривен, что она дорогая. Как видите, у нее есть пятна такие. Я у себя пересмотрел пару монет. Ну как, 200 чем-то монет. И, на жаль, я у себя нашел 6. Это будет седьмая монета, которая требует замены. Даже на этой, вверху, там будет пятнышко вот такое. Оно незаметное. Если так присмотреться, где слово банк, вверху там такое пятнышко. Это, не знаю, что это за такая проблема с ними. Ну, оно начнет ржаветь со временем, как и на этой. Со временем будут вот такие пятна. Я думаю, все больше и больше. Но эти монеты были куплены, так как, например, большими там брал, по 10, по этот. Внимание так немножко не обращал или очень дешево было. Ну, в итоге все монеты мне заменить нужно. И это уже будет в круглую сумку. Копеечку. То есть, лучше я бы там эти 100 гривен отклал, подсобирал бы и, в итоге, гривен бы за 300 я бы его в хорошем состоянии взял бы. Ну, а так, не советую вам покупать какую-то любую монету. Че она там дешевая, за 50 гривен. И, если вы видите какой-то дефект на монете, там немножко даже откажитесь себе, потому что даже если вам когда-то понадобятся деньги, там лет через 10, и вы заходите продать ее, ну, коллекционер не захочет себе вложить в такую коллекцию, и вы ее в лучшем случае продадете такому самому коллекционеру, который только начинает. У меня такое было. Я уже пару монет продал, которые с 5 минут требуют чистки. Я это указывал, писал им, ну, люди все равно там их забрали. Не знаю, что они дальше с ними будут делать, но это уже не мои проблемы. Главное, что я их предупредил и скинул все детальные фотографии, что монеты с такими вот дефектами. Не знаю, сейчас, конечно, я чистками монетами не занимаюсь, и это надо там подбирать, химия вся. Лучше подсобирайте и купите себе монету хорошую в коллекцию, чтобы положить ее сразу в файлик, то есть в капсулу и в такой там файлик или в боксы. Также обращайте внимание на такие монеты, которые идут. Если капсула скрывалась, по такой эмали может быть дефекты. Вот такое вот видео, кому будет полезно, пишите комментарии. Ну, я штук на 10 монеток попал, так я пересмотрел свою коллекцию, и у меня оказалось есть такие. Хоча я раньше как-то так внимания не обращал даже на вот эти пятна, думаю, ну, такое себе. Ну, а со временем начинаешь понимать, что не совершайте моих ошибок.